Ниша, ну вы так хорошо сразу нашли виновника в свою руку? Нет, мы определили, что это жена. Жену тоже не надо? Нет. Я хочу, чтобы вы посмотрели результат реальных участниц, которые проходят по моей методике процесс не только похудения, но и оздоровления. А вот такая была, какая стала, да? Я не стала исключением. Мой вес был 102 кг в 2019 году. Как я к этому весу пришла, тоже мгновенно спала на кулаках. Вот так вот спала. Я не могла нормально спать, под тяжестью веса я не могла спать ни на одном боку, потому что мне было неудобно. Я всегда списывала, думаю, ну это, наверное, передуралка. Вы знаете, что это такое, да? Это когда делает анестезия. Анестезия. Да, анестезия. Думала, что это побочные, да, побочные такие эффекты. Поэтому все на это списывала, думаю, это пройдет. Обращалась к своему речным врачом. Иначе он меня спотал, говорит, все будет нормально. Но снизить вес надо. Вот. Поэтому мне было бы очень приятно с вами поговорить, чтобы мы как-то организованно так вот... Как анонимные алкоголики. Понимаете, что если человек не боится, раскрыться. Самое главное, чтобы у нас была с вами обратная связь. Самостоятельно, да? Самостоятельно, да? Самостоятельно не получилось. Ага. Поэтому я здесь. Для того, чтобы быть здоровым. Для того, чтобы иметь возможность двигаться. Трекор без болезней. Потому что не нужно. Получилось, что травма. Я начал переживать, перестал ходить на тренировки. Просто появился страх. Ну и вес сам уже по себе пошел. Потом начал возобновлять ходить в спортзал, но уже не получалось. Просто не мог себя заставить продолжить. Домой проезжал 8-9, поел спать, поел спать. И заметил, что понесло. Жить хочу. Очень. Вот это очень хорошо и правильно. Хочу детей вырастить своих. Хочу внуков. Я переживаю, что моя жизнь может из-за этого оборваться. И я не увижу, как вырастут мои дети. Все верно. Как бы хуреньким никогда не был. Ну, как бы вес держался определенно. То есть спортом занимался. И работа была с физическим нагрузком связана. Последние 7 лет, наверное, офисная работа. Тоже поднабрал, ну, где-то 15, может, за 5 лет. А потом, если курить, еще плюс 55. Познакомился с женой лет 9 назад. Это мне, где-то, лет 20. 22, наверное, года было. Я весил около 90 килограмм. То есть, ну, это мой стандартный вес. Там, занимался спортом. Длительное время тоже, там, ну, можно сказать, в юношестве. Вот как познакомился с женой. Она очень вкусно готовит. У меня полезло, полезло. И вот ежегодно я вот от 6 до 9 плюсую, плюсую. Конечно, вы так хорошо сразу нашли виновую к СРУ. Мы определили, что это жена. Я еще смотрел, когда ваше видеообразение, да. Жена в вас виновата. Ну, как обычно, это стандартная такая ситуация, да. В супружеских парах, что женщина обвиняет практически во всем. А кто воду пьет утром? Утром? Утром. Я обычно в настоящей, да, конечно, пью. Ну, не очень. Ну, не очень. Я не могу ее пить. Забрали в больницу. Там пересмотрел взгляды на жизнь, на свои отношения ко всему. И бросил эти... Ну, не оставьте, чтобы в больнице как идеально. И... Жена тоже не надо? Нет. Нет. Мы вместе ели уже потом мороженое. Всякие вкусняшки. Началась и пицца. Все. И... Ну, опять же, быстро еда. Набрал двадцаточку. Многочисленное количество людей, испытывающих избыток массы тела, не всегда самостоятельно может справиться с этой деликатной проблемой. Я, как практикующий сертифицированный нутрициолог, приглашаю вас принять участие в своем проекте «Движение стройности». На проекте мы сформируем с вами правильные пищевые привычки и избавимся от пищевых пристрастий. Все мои контакты под видео внизу.